Мне вот всегда это было смешно, когда мужики пишут вот такие просто сообщения РСП. Ну, много кто знает, да, РСП, типа, разведенка с прицепом, типа, взял женщину, разведенка с прицепом. Блин, ребят, блин, это смешно, на самом деле. Вот если, это так говорят, которые, ну, не мужики, а такие, лишь бы где-то выгадать. Обратите внимание, он постоянно улыбается. А что он, слушайте, ну, он даже любые слова произносит, он всегда улыбается. Почему? Лишь бы, там, никакой ответственности не взять, лишь бы как-то, то есть, вот это, вот такие сообщения закинуть им, да, и вот они всю жизнь живут там без, ну, то есть, они никогда не посмотрят, там, на девушку есть, там, у нее ребенок, а если два-три, то вообще, потому что они, девушка у нее ребенок, говорит, переживают за свой карман, как, они же все на моей шее сядут, все будут сидеть. Как мои родители говорят и говорили всегда, говорят, то есть, не бывает чужих детей, не бывает чужих детей, то есть, все дети родные. Так что, и у меня такое отношение, вот, к Викиной дочке, ну, родной ребенок, и все. Да, потому что, ну, потому что, я родная тебе, и дочка, соответственно, тоже родная, и также я отношусь к твоей дочке. И вообще, таких людей, вот, которые такое пишут, ну, не знаю. Мне кажется, это слабые люди. Ну, их немножко жалко, возможно, у них вообще нет, ну, дай Бог, чтобы у них все хорошо было в жизни, чтобы у них была полноценная семья без прицепов, так сказать. Вот именно, полноценная семья, а не разведенка с прицепом. Вот, а я думаю, что, ну, люди все, как бы, сейчас им свойственно разводиться, встречаться, жениться, и не нужно жить один долгий длительный брак, как люди в Советском Союзе, и мучиться, и страдать, и ради детей, и ради квартиры, и ради чего-то еще жить, если тебе некомфортно. То есть, нужно давать второй шанс в своей жизни, и жить с тем человеком, с которым тебе приятно, и ребенок, ребенку приятно находиться, то есть, в семье, где гармония. И нужно давать второй, третий шанс. Понятно, понятно, там чаечка уже скоро кончит. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Представляете, вот почему он так вот говорит, типа, да, потому что, да, вот это, вот это, да, они какие-то, они полноценные, вот это. Он под какими-то транквилизаторами, мне кажется, да, ему она колет, походу, в этот завтрак, каждое утро подкидывается, ну, чтобы он такой ходил, да, вот веселенький. Ну, не может человек говорить вот вообще все, что угодно, и постоянно улыбаться, ребята. Ну, это как-то что-то немножко биполярочкой, что ли, я хрен его знает, попахивает, да. Ребята, а как вот, как вот ему быть не под транквилизатором, если она, вот что, она загоняет сейчас, говорит, типа, а сейчас, говорит, нормально, а быстро разводится. Зачем, говорит, долго жить, типа, там, как в Советском Союзе, типа, да, вот, надо, если тебе некомфортно, типа, сразу уходи. Ребят, если нормальный мужчина это бы услышал, который с ней был бы, сказать, то есть, получается, сейчас у меня деньги закончились, тебе комфорт закончился, все, то сказать, а, родной, у меня все, мне некомфортно, досвидули, как бы, да, я себе 18-й шанс даю уже, или 118-й, да. Ребята, это, это динь же ж просто какая-то, да, и он сидит вот эту улыбку, а, да, солнышко, да, да, ты пусть и права, они, как мне их жалко, они какие-то неполноценные, ёпта. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, это, да, изумительно, ребята, ну, это ж, наблюдать за ними просто, просто, ну, не знаю, волшебно, ребят, просто волшебно. Пишите, что вы думаете по этому поводу, по чем он, ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!